Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, биткоин обрушился, криптовалюты обрушились, USD Circle, банк Silicon Valley рухнул, и все спрашивают меня, что произойдет, что сейчас происходит, и что будет в следующие несколько дней на биткоине. Об этом мы и поговорим сегодня. И также мы поговорим про мой мультимиллионный долларовый трейд. Вот он, на Bybit. Я увеличил его, и теперь он на 1,6 миллиона долларов. Буду ли я держать его открытым? Или добавлю в него еще? Вы, небось, спрашиваете, ты что, совсем с ума сошел? USDC почти рухнул, а ты собираешься увеличивать свой трейд? Что ж, давайте об этом и поговорим. У меня для вас есть некоторые взрывающие мозг новости, обновления, которые вам определенно не стоит пропускать. Обязательно досмотрите это видео до конца. Поставьте лайк, подпишитесь и напишите, что думаете. Ну и подпишитесь на канал, потому что те новости, о которых я сегодня расскажу, определенно не стоит пропускать. Сегодня определенно особенное видео. Особенно последние 2-3 минуты. Обязательно посмотрите их очень-очень внимательно. Это мой вам совет на сегодня. Начнем мы с цены биткоина. Начнем мы с вами с целей на цены. Но, пожалуйста, огромная просьба, не пропустите последние 2-3 минуты этого видео. Ну и напишите, что думаете. Сейчас давайте поговорим о цене биткоина. Как вы видите, мы пробились через эту поддержку. Я об этом также постил в Твиттере. Покажу буквально через секунду. Я постил в Твиттере о том, что биткоин пробивается вниз. Знаете, давайте даже перейдем и посмотрим. Итак, переходим в Твиттер. И затем спускаемся чуть ниже. Вот что я постил. Биткоин медленно пробивается. Запустил я это еще 3 дня назад. Затем написал о том, что мы достигли цели. Где-то на уровне в 20 тысяч долларов. Так что да, биткоин действительно пробивался вниз. И биткоин достиг цели. С тех пор мы консолидируемся. Я не хочу говорить, что так, как и предсказывали. Потому что никто не мог спрогнозировать падение банка Силикон Уэлли. Но, по крайней мере, мы смогли спрогнозировать пробой в момент, когда он происходил. И также его цель. Итак, что же произойдет дальше на биткоине? Для начала... И да, ребята, обязательно досмотрите до конца. Даже если не хотите смотреть вот это, пропустите на последние пару минут видео. Это самое важное, что есть. Это же важно для ближайшего времени. Итак, что мы наблюдаем на дневных свечах? Это важно для каждого. Трейдите вы или ходлите. Дневной риббон собирается перейти на медвежью сторону. Этого еще не произошло. И мы много раз такое видели. Что нам нужно сейчас так это быстрое восстановление на биткоине, а не прорыв ниже. Если мы увидим быстрое восстановление биткоина, мы сможем предотвратить этот медвежий переход. И я расскажу вам, что это может означать. Если биткоин останется и уйдет чуть выше, восстановится в ближайшую неделю. Следующие семь дней в целом важны для цены биткоина, для направления, в котором она пойдет. Если это произойдет, тогда мы сможем предотвратить медвежий перескок. Давайте покажу вам, насколько мощные такие переходы. Вот это был бычий, и биткоин взлетел как сумасшедший. Процентов на 40. Это был медвежий переход и сумасшедший дамп. И это, в общем-то, работает каждый раз. Давайте покажу вам. Вот это был последний медвежий переход. Был он где-то около 42 тысяч. И что после произошло? Ну что ж, мы улетели аж до 15 тысяч. Эти медвежьи и бычьи переходы на дневном графике очень-очень точны. Если бы вы начали торговать на таком, вот тут, на 60 тысячах, тогда увидели бы падение до 32. И так происходило всегда. Вот здесь 2021. На 54 тысячах. И после улетели на 29. Все это работает каждый раз, прямо как часы. Каждый раз, когда появляется такой медвежий переход, мы видим огромный дамп. Так что, вот что я хотел вам сказать. Со всей своей бычестью, и вы меня знаете. Давайте перейду на фронталку. Да я самый огромный бык в биткоин-вселенной. И со всей своей бычестью, я скажу вам, нам нужно это восстановление. Нам нужно, чтобы биткоин и крипторынок показали средний палец всей банковской индустрии. Показать, что все это не повлияет на цену биткоина. Однако, в ближайшее время, это, конечно же, может повлиять на цену. Даже несмотря на то, что биткоин был именно для этого и создан, в краткосроке, возможно, даже в среднем сроке, это может сильно негативно повлиять на цену. Однако, если биткоин сейчас быстро восстановится, мы сможем предотвратить этот медвежий переход. Итак, дамы и господа, то, о чем я хотел с вами поговорить. Очень много людей сейчас выходят и говорят, «USDC падает, банки падают, и все это плохо для биткоина». Нет, это, в общем-то, хорошо для биткоина. Послушайте меня, ребята. Когда банки падают, с ними падает и биткоин, краткосроки и среднесроки. Так почему же я вообще говорю, что это хорошо для биткоина? Давайте расскажу. Но перед этим я хотел по-быстрому рассказать вам про свой трейд. Как вы видите, это мой трейд на биткоине, и сейчас на нем 10 биткоинов прибыли. Да, я немного потерял прибыли. Было биткоинов 20, но это позиционный трейд, и я все еще его держу. Также у меня есть забавный трейд. 49Х с небольшой позицией. Никогда так не делайте. Это просто для развлечения. Я открыл его, по сути, на дампе, и, как видите, на нем сейчас 282% прибыли. Это где-то... кажется, за один день или типа того. Но это не то, о чем я хотел с вами поговорить. Если вы хотите торговать биткоином или эфириумом, переходите по ссылке внизу в описании. Кликайте, регистрируйте, сделайте депозит, и после этого вы сможете забрать свой бонус в 30 тысяч долларов. Сейчас же давайте поговорим о том, о чем я хотел с вами поговорить. Это все действительно сводит меня с ума. То, насколько много медвежьего настроя, мы видим вокруг биткоина прямо сейчас. Давайте крипто вообще пока не будем трогать. Когда банки разваливаются... Вот неужели вы все забыли? Давайте перейдем на мой профиль в Твиттере. Потому что вчера я запостил кое-что, о чем должен помнить каждый. Биткоин – это деньги. Биткоин – это самая сильная, самая твердая валюта. Его нельзя конфисковать. Его можно разделить, можно перенести. По сути, это самые лучшие деньги, которые когда-либо существовали. Я написал, я никогда не продам. Стоимость биткоина в долларах не важна. Биткоин может стоить 100 тысяч, 200 тысяч. Это не важно. Помните, что доллар не будет жить вечно. Ни одна валюта в человеческой истории не жила в вечной. И в среднем 50-70 лет живут фиатной валютой. Люди, которые никогда не знали, поймут. А те, кто забыли, вспомнят. Что я имел в виду под этим? Давайте быстро вернемся на фронталку. Биткоин был создан именно для этого. Биткоин – это деньги. Биткоин создан людьми, управляется людьми и для людей. Если банки разрушаются, если доллар разваливается, конечно, в краткосрочной перспективе это может уменьшить покупательную способность биткоина из-за шока. В долгосроке же это, наоборот, привлечет людей в биткоин. У меня, в общем-то, даже доказательства этого есть. Итак, если мы посмотрим на страны типа Зимбабве, Аргентину, если взять все страны мира в одно уравнение, я когда-то изучал экономику, и мне сильно была интересна статистика. Итак, если взять все страны, добавить в одну таблицу, и во вторую добавить их проценты инфляции, и в следующую, добавить процент принятия биткоина в этой стране, тогда вы увидите идеальную корреляцию между инфляцией валюты определенной страны, неважно, это может быть Аргентина, Зимбабве, Турция, любая, и процентом принятия биткоина. Чем больше валюты инфлирует, чем больше людей теряют доверие к этой валюте определенной страны, чем больше валюты теряют покупательные способности, тем больше людей приобретают себе биткоин в этой стране. Так что, если такое падение экономики продолжится, мы увидим все больше и больше принятия биткоина. Биткоин – это товар, который увеличивается в цене пропорционально количеству людей, которые присоединяются к сети. Поскольку инфляция увеличивается, и все больше людей принимают биткоин, стоимость биткоина будет увеличиваться пропорционально. То же самое происходит, например, и с телефонной сетью. Если есть два человека с телефоном, просто одно соединение. Если есть три человека, это уже три соединения. Четыре человека с телефоном – уже не просто четыре соединения. Добавляются соединения по диагонали. Это уже шесть. И чем больше людей присоединяется к сети, тем сеть становится более пропорционально ценной. Это и происходит с биткоином. Все, что происходит сейчас, дает мне больше силы и веры в биткоин. Пожалуйста, если вы с этим согласны, поставьте лайк и напишите комментарий внизу. И также хотел попросить вас о небольшой услуге. Если вам нравится такой дополнительный контент, который я довольно редко выкладываю, мне нравится экономика, нравится статистика и так далее. И если вы тоже хотите больше таких секций, напишите свой фидбэк внизу в комментариях, а также поделитесь с друзьями. Буду сильно вам благодарен. Огромное спасибо, дамы и господа. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипте. И как обычно, ребята, как обычно, пока-пока.